В Свердловской области появился подземный отшельник. Один из местных жителей построил себе землянку размером с трёхэтажный дом. В необычной квартире несколько комнат, кухня, кладовка и спальня. Пенсионер даже провёл в жилище электричество и устроил простейшую систему вентиляции. Но самое удивительное, что начало на эти раскопки просто ради развлечения. В подземелье побывал наш корреспондент Виктор Трошнев. На создание подземного жилища у Владимира Решина ушло более 10 лет. Копать яму под погреб начал от скуки, когда сломался телевизор. А 7 лет назад у пенсионера сгорел дом, и землянка стала единственным жилищем. Питается овощами с огорода, живёт на пенсию. Догадался выкопать такую гадость. Нафига, думаю, она мне нужна, эта яма. А сейчас я прописан в ней, сейчас я здесь какой-то навёл уют. За 7 лет глубина подземного жилища стала равна высоте трёхэтажного дома. Владимир Викторович поднял на поверхность 50 кубометров грунта. Рушилась землянка всего один раз. По счастью, хозяина дома не было. Но сейчас здесь всё продумано. Укреплён свод, и даже в морозы температура воздуха не опускается ниже 15-18 градусов. Отопительный агрегат с помощью готового я не только нагреваю помещение, но и вентилирую помещение, потому что тёплый воздух, он уходит наверх. Тот, который отработал. А, значит, за счёт этого происходит поступление свежего воздуха. У Владимира Викторовича ни жены, ни детей. Он считает себя свободным человеком. От помощи властей принципиально отказывается. Да и что они могут предложить? После пожара давали делянку для строительства дома. Да только рубить не копать. Правая рука у пенсионера практически парализована. А на нет строителей возможности нет. Предлагали ему и переселиться в дом престарелых, и даже найти супругу с квартирой. Ему ничего не надо. Есть что есть, кусок хлеба есть, ладно. Есть кусок хлеба с маслом, тоже ладно. Нет ничего, ну, день проживут, как-то там перебьюсь. Каждое утро пенсионер совершает пробежку не менее 10 километров. Находится в отличной форме и по жизни не унывает. Даже дом подземный копал, вдохновляясь стихами собственного сочинения. Я рую яму, я рую яму. Не отвлекаюсь, не отклоняюсь, стараюсь прямо. Чем глубже яма, тем легче мне стоять в ней прямо. Сейчас Владимир Решин все же пытается построить небольшой домик, правда подальше от людей, в лесу. В этом ему помогает друг. Пенсионер шутит, что он, наверное, единственный человек, который ни в чем не нуждается. Виктор Трошнев, Антон Шумахер, Алексей Беляков, ТВ-центр, Свердловская область.